Спасибо за обратную связь, коллеги. Мария Михайловна, я не знаю, кто девчонки из вас там двоих был, Мария Михайловна, но прочитала, что Лукина Мария Михайловна. Душевная благодарность вам. Когда-то я была преподавателем математики в обыкновенной общеобразовательной школе, а потом я была психологом классов, как раз коррекционных классов. И я работала в интернате в качестве психолога с коррекционными классами, с детками необычными. И я так думала, что мы тогда, это было уже лет 20 тому назад, я помню, что мы тогда прямо мучились этой мыслью, что как же сделать так, чтобы эти дети чувствовали себя такими же, как все, полноценными членами нашего общества. Вот то, что вы сейчас говорите, это сместить фокус коррекции на трансформацию. Мне кажется, это очень сильный такой момент. И если тогда бы нам в голову пришла эта идея, я уверена, что и педагогам было бы легче работать с ними, и деткам было бы легче себя воспринимать. Они по-другому чувствовали себя. Поэтому большое вам спасибо. Из моего такого прошлого опыта сразу воспоминания нахлынули, и что, как там оно было, и то беспокойство за судьбы этих детей. Спасибо, что вы делаете, это большое дело. Да, Тань, спасибо, Настя. Да, здравствуйте. Я рада, что здесь очень много знакомых имен. Очень рада такой доброжелательной обстановке. И делаем-то одно общее дело. Каждый по-своему делает. Мы вкладываемся в наше подрастающее поколение. И мне кажется, коллеги, это самое лучшее, что каждый из нас сейчас может сделать. Ибо от того, какими они вырастут, зависит наше с вами благополучие, старость, счастье и вообще обеспеченность. И можно продолжать. Ну, это такая вот моя реплика. Я хочу представиться. Зовут меня Ольга. Я Ольга Рыбина. Кандидат психологических наук. Когда-то я защитила диссертацию. И потом увлеклась очень сильно коучингом. И на сегодня я мастер-сертифицированный коуч. И автор программы обучения коучингу. Сегодня вот так решила посчитать, сколько же учителей прошло через мои руки. Через наши руки, ибо это целый коллектив. И у меня получилось, что... Здравствуйте. У меня получилось, что 10 человек прошли обучение по нашей программе. И я очень рада, что мы можем сделать этот вклад в развитие учителей. И, коллеги, вот в продолжение разговора о работе с необычными детками, и не только с необычными детками. Да, да, Наташа. Да, наши выпускники выступали. Ой, как жаль, что у меня такой график плотный и не смогла быть на конференции. Ой, я рада, горда. Да. Да, да, да. А, да, Настя. Это точно, Настя, да. А то плюс еще 30. И вот большую программу, 10 человек прошли, мы посчитали по сертификатам. И, коллеги, вот у меня, знаете, есть такое легкое беспокойство, что педагоги – это люди с огромным сердцем, с большим любящим сердцем. И, к сожалению, вот то, что я наблюдала, когда еще работала в школе в качестве преподавателя математики, и потом уже будучи психологом школьным, я обращала внимание на то, что вот это желание любить, отдавать свое тепло, свою сердечность, вклад в детей, оно, к сожалению, бывает очень неэкологично для самого педагога. И бывает так, что вот выгорает человек. И мы тогда смотрим, как краски теряют яркость, как настроение снижается, как энергетика снижается. И, вы знаете, у меня вот такая вот сейчас вот мысль мелькнула, а что мы, вот я в частности, моя команда, что мы кроме обучающих программ можем еще сделать для наших учителей, коллеги. И я очень благодарна Наталье Гульчевской, я благодарна вообще этому проекту за то, что вот организовали эту конкурс учителей на коуч-сессии. И, Наташа, я правильно понимаю, 23, 24 человека, 23 человека вышли, написали заявки на коуч-сессии. И мне кажется, что вот этот тот вклад, который мы можем, коллеги, сделать, и помочь каждому из вас стать не только более эффективнее, а еще и более экологичнее по отношению к самому себе. Ибо если вы о себе не позаботитесь, то другим будет очень трудно это сделать. 22 человека – отлично. И мы вот такой вот делаем подарок от нашего центра. Это 22 коуч-сессии. И мы предоставили для этого проекта замечательных коучей наших выпускников. И мы очень хотим, чтобы эти 22 человека, которые написали свою заявку и хотят пройти коуч-сессию, чтобы они получили очень качественный коучинг. И, коллеги, я желаю вам от души воспользоваться этим предложением, поскольку коучинг – это все-таки очень сильная и мощная вещь. Она позволяет каждому из нас посмотреть на себя по-другому. Ну и на весь мир со стороны. Да, о коучах можете. Наташа, спасибо за эти ссылочки. А суть и цель моего сегодняшнего выступления – мы планировали демонстрационную коуч-сессию, но вот так получилось, что технически не могли проверить качество связи, и поэтому решили поступить по-другому. Мы записали демонстрационную сессию вчера. И, Татьяна, спасибо огромное. Мне, как коучу, который уже вошел в твое пространство, конечно же, очень интересно узнать, какие там мысли появились после вчерашней сессии. И, коллеги, если будут технические возможности, то Наташа даст ссылку на эту сессию, чтобы вы посмотрели, как вообще суть работы коуча. Наташа, спасибо. И, коллеги, у меня сейчас к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, у кого из вас, вот плюсики поставьте, пожалуйста, кто из вас уже имел опыт работы с коучем? Кто был клиентом коуча? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Слушайте, большое количество, большое, одиннадцать, двенадцать. Спасибо, коллеги, я рада, очень рада. И впечатляющие двенадцать человек от почти шестидесяти. Это такой хороший процент. И очень рада. И вот те, кто уже был клиентом коуча, можете ли вы написать, в решении каких вопросов коучинг вам помог? Почему я прошу вас поделиться опытом? Потому что очень часто спрашивают, с каким запросом я могу обратиться к коучу? Это сейчас у меня такая забота о тех двадцати двух, кто написал заявку на коучей, чтобы они подготовились к коуч-сессии. И, может быть, из вас, коллеги, еще из пятидесяти восьми участников будут желающие поработать с коучем. Так, коллеги, с какими запросами вы обращались к коучу? Поделитесь, пожалуйста. Как мозгу перестать мешать двигаться? Ой, Лим, какой хороший запрос. Да, да. Какой замечательный прям запрос. Вот наше это вот все иногда мешает нам. Интеграция двух профессий, преподаватели коуч, внутренняя ценность, успех, ресурсное состояние, разрыв отношений. Ага, ага, интересно. Слушайте, какие отважные у нас преподаватели. Да. Ну, я так думаю, что здесь запуски развития стартапа. Да, Евгения. Да, бывают такие запросы. И очень эффективно коучинг решает. Татьяна, здравствуйте. Баланс личной и профессиональной жизни определится направлением развития собственного потенциала. Коллеги, вот уже сейчас смотрите то, что перечисляют наши коллеги. Спасибо вам большое. Призвание. В последнее время очень часто запросы поиска смысла жизни, ценности, новые качества в рамках ценностного образа себя. Денис, прямо с вами в унисон. Да, да, так оно и есть. Да, и вот, коллеги, да, запросы очень разные. И удивительно, что коучинг эффективен для них, для таких разных запросов. Намерений, ух ты, такое стратегическое такое планирование. Хорошо отдохнуть в отпуске, да. Хорошо отдохнуть в отпуске. У нас были случаи составить план дня рождения, юбилейного дня рождения, сына, и с такими запросами приходили. Окей, хорошо, спасибо, спасибо. Ну, для тех, кто... О, как выучить, наконец, язык. Вот это к Насте Борисовой. Это к Насте Борисовой. Настя Борисова у нас спец. Она и коуч-сессию проведет, и она спец по-английскому. Так как же, наконец-то, выучить язык. Да, коллеги, и вот для тех, кто еще не был клиентом коуча, хотелось бы дать такую, знаете, инструкцию по применению. Что нужно сделать для того, чтобы качественно подготовиться к коуч-сессии, чтобы она была для вас максимально эффективной. Ну, во-первых, предлагаю определиться с понятиями. Коуч – специалист, который проводит коучинг. Мало того, что он специалист, он профессионал. То есть он прошел аккредитованную программу, он прошел серьезную подготовку, как работать коучем, какие профессиональные навыки, какими профессиональными навыками он должен обладать. И если он прошел вообще, вообще бы хорошую, сильную подготовку, сдавал экзаменационную сессию. Вот это профессиональный коуч. И вы можете спросить, а какой у тебя сертификат, есть ли у тебя сертификат у тех коучей, с которыми вы будете работать. Клиент. Кто такой клиент? Это человек или организация, которая заказывает услуги коучинга. То есть клиентом может выступить один человек, и клиентом может выступить целая организация. Ну, например, школа может выступить как клиент коучинга. А, Любовь пишет, я изучаю и обучаюсь коучингу, пробую проводить коуч-сессии. Я поздравляю вас, Любовь, поздравляю. Да, и во время обучения, спасибо, что вы написали об этом, во время обучения наши студенты уже могут, и они, как правило, хорошо проводят коуч-сессии, поскольку базовый такой уровень мы даем буквально месяц-два, для того, чтобы уже можно было практиковать. Итак, вернусь к клиентам. Клиентами могут быть один человек, а может быть целая организация. Школа может выступить в качестве клиента для коуча и заказать услуги коучинга. И сейчас очень популярны становятся командный коучинг, групповой коучинг. Это разные вещи. Но вот для организации это такие очень популярные направления и востребованные направления. Что такое коуч-сессия? Коуч-сессия – это особым образом структурированная беседа коуча с клиентом. То есть это беседа, которая проходит по правилам, по законам, по структуре. И коуча, профессионального коуча, учат этому. А учат тому, как проводить коуч-сессию. Ну вот это термины, с которыми мне хотелось вас познакомить, коллеги. И сейчас я хочу обратиться к вам. Скажите, пожалуйста, в чем я сейчас могу быть для вас максимально полезна? На какие ваши вопросы вы хотите, чтобы я сейчас дала ответ? И у нас еще с вами 15 минут. Я заготовила еще один слайд с определением, что же такое коучинг для тех, кто пойдет на коуч-сессию. Ну вот сейчас хотелось бы поотвечать на ваши вопросы. Ага. Эталонную коуч-сессию. Расскажите про структуру сессии. Татьяна, эталонную коуч-сессию вы по ссылочке прослушайте без моего участия. Нам совсем не надо быть здесь. Ай, какой, Денис, вопрос шикарный. Расскажите про структуру сессии. Рассказываю, Люба. Вот была ведь еще мысль заготовить слайд со структурой. Ну тогда сейчас расскажу на словах. Коллеги, вот встречаются коучи-клиенты. И каждая коуч-сессия начинается с вопроса. Скажи, что ты хочешь получить как результат? И этот этап коуч-сессии, он называется в разных школах по-разному, но вот я для себя его называю как этап целеполагания. Коучу и клиенту важно договориться о том, что же, с каким же результатом хочет клиент уйти с коуч-сессии. Если этого не произойдет, то это будет замечательная беседа о чем-то очень интересном для клиента. Но коуч-сессия отличается от обычного разговора как раз тем, что коуч заключает контракт. То есть он спрашивает, какой же ты результат хочешь унести после нашего разговора. И это важный момент. И вот к этому моменту, дорогие мои коллеги, важно подготовиться. Каждому, кто хочет нанять себе коуча, в голове важно структурировать для себя, что же я хочу от коуч-сессии, с каким вопросом я хочу обратиться к коучу. И это ваша ответственность. Это ответственность клиента. Продумать, что же будет для вас самым-самым лучшим результатом от общения с коучем. И иногда вот этот этап прояснения, чего же хочет клиент, он занимает достаточно большое пространство в коуч-сессии. Однако это такие мощные инвестиции. Благодаря вопросам коуча создается ясность в голове у клиента, ясность в голове у коуча. И тогда можно смело идти вперед. Итак, первый этап коуч-сессии – это целеполагание, заключение контракта. Когда, знаете, коуч и клиент пожали руки, ага, вот что будет результатом. Все все поняли. И дальше коуч и клиент идут вместе в замечательное путешествие, которое называется исследование. Давай поисследуем, давай посмотрим, что сейчас, как ты сейчас видишь ситуацию, что ты хочешь по-другому, что ты хочешь изменить. И это, поверьте, увлекательнейшее мероприятие. А те, кто по ссылочке посмотрит коуч-сессию, наверняка вы заметите, вот где я Таню спрашивала, задавала вопрос, что хочешь по-другому, и Таня не отвечала. И дальше я задавала вопросы по поводу самой ситуации. И что самое главное, что человек иногда не может сделать без помощи коуча. Это он не может увидеть себя со стороны. Я не могу увидеть себя со стороны. Я могу только увидеть себя вашими глазами. И тогда задача коуча – помочь клиенту увидеть самого себя его глазами. И для этого мы обучаем коучи, ни много ни мало, целых 4, 5, 6, 10 месяцев. Такой шикарнейший, огромный процесс обучения коучингу. Заключительный этап коуч-сессии – это процесс, когда подводим итоги. Подводим итоги. Что ты для себя сегодня взял? Что такого полезного ты для себя взял? И, коллеги, внимание, хорошая коуч-сессия – это та сессия, в процессе которой вы что-то узнали очень важное о себе, о своей жизни. И то открытие, которое вы сделали на коуч-сессии, оно поможет вам, выйдя за дверь сессии, думать в этом направлении, приходить к каким-то решениям, экспериментировать, наблюдать. Но самое важное и ценное, за что платят деньги коучи, за почему идут коучи, это то, что коуч помогает увидеть себя со стороны. Это то, что коуч помогает осознать то, чего я раньше вообще не замечал. И в этом ценность работы коуча. Да, Елена, вы ведь истинный запрос. Знаю, что вы, Ольга, в этом мастер. Спасибо, спасибо. Честно, не всегда получается, как в любой нормальной профессии. Бывает что-то лучшее, бывает что-то хуже получается, но бывает. Да. А, Денис, ссылку на сессию. Наташа сказала, что она подготовит и даст вам. Послушайте, пожалуйста. Я очень благодарна Татьяне. Вчера коуч-сессия была такой спонтанной. Ни я, ни клиент не готовились. Решили, ну, раз время есть, да, вот давай поработаем вместе. И поработали. И я очень благодарна Тане за ее открытость и готовность щедро делиться с вами. Поскольку в коуч-сессии очень часто обсуждаются, не очень часто, а всегда обсуждаются такие личные вопросы. Но вот Таня дала свое разрешение на публикацию этой сессии и ей низкий поклон за это. Я надеюсь, что эта коуч-сессия будет полезна вам. Денис, я помню ваш вопрос, да, да, как коучу найти клиента. Вы знаете, непростой был, для меня был непростой процесс, с одной стороны. А с другой стороны, очень простой. Когда я изучала коучинг, и это было давно, уже давно, в 2009 году, Светлана Юрьевна Чумаковой, я тогда была внутренним коучем в спортивной организации. И у меня было 4 команды, по 15 человек. То есть, вот свои первые 100 часов на уровне сессии я набрала, знаете, вот на раз. Потому что, что называется, куча непуганных клиентов, которые руководство сказало, вот вам коуч, и каждый пошел быстренько решать задачи. И хотим, чтобы все были профессиональными и эффективными. Поэтому вот с этой стороны мне было очень легко. То есть, вопрос о клиентах не стоял. Но это же было в рамках организации. И когда ты привыкла к такой жизни, потом за рамки организации было очень трудно выходить. И что я могу вам сказать из своего личного опыта, из опыта тех коучей, за которыми я наблюдаю. Сделайте один очень серьезный, очень важный шаг. И инвестируйте в этот шаг. Время, силы, может быть, коуча наймете. Может быть, обратитесь к специалистам, сейчас их очень много на рынке. Определите свою целевую аудиторию, коллеги. 18 плюс – это все и ни о чем. Определите свою целевую аудиторию. С кем вы хотите работать? С кем? Кому у вас лежит душа? А кто те люди, в которых вы хотите вкладываться? С кем вам будет интересно общаться? С кем вам интересно будет работать? Определите свою целевую аудиторию. И уже от этого продумывайте шаги, где эти люди водятся. Как можно на них выйти? Как вам показать, что коучинг поможет решение задач? Тех, которые стоят именно перед вашей целевой аудиторией. Поэтому шаг первый. Я приняла такое решение, что я хочу быть вкладом в тех, кто хочет осваивать коучинг профессионально. И для меня это шикарнейшая возможность вкладываться в коучей. А коучи будут вкладываться в других людей. Представляете, такой вот эффект, красивый эффект очень может быть. Поэтому чем качественнее вложусь я, тем качественнее будут коуч-сессии. Тем качественнее будут изменения в жизни тех людей, с которыми наши коучи будут работать. Ну вот, Денис, вот в моей истории оно было так. Определилась целевой аудиторией. Да. Пожалуйста, коллеги, а вот что вы ждете от просмотра сессии? Вот Наташа сейчас подготовит ссылочку. Сессия уже сделана, ссылочку подготовит. Что вы ждете от этой сессии? Которая? Ну вот сейчас воспользуюсь паузой на ваших экранах. А как еще можно? Ой, Денис, я могу, конечно, заливаться соловьем. Но мне бы хотелось... Вариант. А, как вы слышите глубину, варианты от сессии? Чувствую рука коуча, пишет эти вопросы. Да. Разворачивание процесса. Да, как развернуть процесс. Да. Хорошо, я буду рада, если эта сессия будет полезна вам в ответах на эти вопросы. Ну, а мне все-таки сейчас очень хочется еще вложиться в наших педагогов. Дорогие коллеги. Спасибо, Денис, спасибо. Дорогие коллеги. Откликнитесь, пожалуйста. Кто здесь преподаватели? Евгения, Татьяна, Анна. А, здорово. Ой, здорово, ой, здорово, ой, здорово. Спасибо. Дорогие коллеги, я очень желаю вам изучать, исследовать коучинг, ибо эта технология обогатит вашу профессию, ибо эта технология поможет вам стать более эффективными в вашей профессии, и она поможет вам получать больше удовольствия от профессии. Ибо когда мы видим отклик от своих учеников, мне кажется, это самая большая награда для педагога. И когда, еще будучи учителем математики, я случайно узнала, что 70% моих выпускников выбрали вузы, связанные с математикой, и успешно поступили, для меня, конечно, это был праздник души. Конечно же, конечно. Это вдохновляет, это окрыляет. И я уверена, что коучинговые подходы, коучинговые технологии могут успешно вам в этом помочь. И второе мое пожелание. Пользуйтесь услугами коуча. Пользуйтесь услугами коуча. Вот у Наташи, спасибо, и с коллегами шикарнейший проект. И делайте запросы на коуч-сессии. Я уверена, что большинство школ с удовольствием откликнутся на то, чтобы быть вкладом в вас. Ну вот мы точно откликаемся, и я уверена, что не только мы. Коучинг поможет, как я вам уже говорила, быть более экологичными по отношению к себе. Открыть такие свои внутренние ресурсы, о которых вы даже не подозревали. Очень часто человек едет на внешних ресурсах, на том, что он делает. А ведь стоит изменить отношения, сместить фокус. Вот как Мария Михайловна сегодня в этом выступлении. Место коррекционное, педагогика, трансформационный. Я трансформационный педагог. Фокус. Только сместили фокус. А все сразу играет по-другому. И настроение, и отношения, и желание. Все сразу по-другому. Поэтому вот такой вот мой к вам призыв. И я бы хотела закончить свое выступление тремя определениями людей, которые для меня являются безусловными авторитетами в коучинге. Это Тимоти Голови, Сержуну Гитмар и Томас Леонард. Каждый из них по-своему чувствовал коучинг. Каждый из них по-своему раскрывал понятие коучинга. И вот мы буквально вчера с коллегами обсуждали, каким образом мы можем учителям рассказывать о том, что же такое коучинг. И вот возможно какое-то из этих определений будет близко к вам и ляжет, и может быть на какое-то из этих определений откликнется ваше сердце и душа, и вам захочется поизучать, что же такое коучинг. Итак, коучинг – это раскрытие потенциала человека с целью максимального повышения его эффективности. Тимоти Голови – человек, который работал со спортсменами. Сэр Джону Гитмар. Коучинг – это метод раскрытия потенциала сотрудников и команд. Сэр Джону Гитмар. Он был основоположником направления в бизнесе. И посмотрите, его определение оно такое краткое, емкое и отражает суть его работы. Томас Леонард. Коучинг – это четко структурированный процесс с точками старт, есть цель клиента и финиш, заранее оговоренный результат. И вот Томас Леонард для меня – это человек, который раскрыл коучинг для всего мира. Именно он начал первым обучать в онлайн-формате. И именно он был инициатором создания Международной Федерации Коучинга, которая является самой массовой, самой мощной на просторах нашего земного шара. Вот три определения, три человека, и наверняка те, кто уже знаком с коучингом, у вас внутри рождается свое определение. И поделитесь, пожалуйста, те, кто уже в своей работе использует подходы коучинговые, как бы вы определили коучинг учителя, преподавателей, педагоги, чтобы вы… Да, Таня, это точно, это точно. Как бы вы сказали, что такое коучинг? Если бы я продолжала работу в школе и познакомилась с коучингом, то я бы сказала, что коучинг – это общение взрослые-взрослые, это передача ответственности, это умение вырастить взрослого человека, ответственного за свою жизнь, пространство без советов, сотрудничество коуча клиента, направлено на максимальную реализацию потенциала и талантов клиента, в его жизни и деятельности. Интересно, интересно, да. Ну вот, коллеги, мое выступление на 27 минут, как показывают часы, и 3 минуты осталось до завершения, и могу ли я завершить, или есть еще пожелания, вопросы, 3 минуты. Вот, осознанный способ реализации скрытых ресурсов человека. Катань, спасибо, да, мы обучаем наших мальчишек и девчонок быть осознанными. Да, принимать осознанные решения, взрослеть. Не только физиологически, но и морально, нравственно, по-человечески взрослеть. Тогда попрошу вас сейчас, вот, если есть чем поделиться, какую пользу извлекли из этого 27-минутного общения, которое было больше монологом, чем интерактивом. Ага, Татьяна, инструменты вовлеченности и осознания многих процессов. Денис, я рада за вас. Да, реализуйте смело, творчески за вдохновение. Тань, пожалуйста, да. Кому захотелось пойти на коучинг? А, да, да, Наташа, я абсолютно не возражаю. У Тани надо спросить, как Таня к этому отнесется. А, я вижу, что правильно понимаю, коучинг, сомнения уходят. Поздравляю, Евгения. Ага, Таня пишет, я за, энергетика хорошая. Аня, спасибо. Повторно захотелось, как ангел. Всегда есть возможность снова постучаться в двери, Тань. Кому захотелось пойти на коуч-сессию? Плюсик поставьте. Что-то со звуком. Ага, ага, ой, да, 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 да. Я рада, я очень рада. Позаботьтесь о себе, коллеги, позаботьтесь. Мы даем вам ресурс. А, Виктория, да, спасибо. Спасибо вам большое. И, коллеги, спасибо вам за ваш труд, за ваш вклад. Я говорю это от чистого сердца, совершенно искренне. У меня двое взрослых детей, я надеюсь, что совершенно нормальные дети. Спасибо школе за это. И у меня двое внуков, и мне очень хочется, чтобы, конечно же, наше будущее было светлым. И в этом большая ваша заслуга, работа. Спасибо вам огромное. Всего доброго. До свидания. Тань, спасибо за сессию.